Всем привет! Это Светлана и Екатерина. И как вы можете заметить, мы продолжаем ползать по моей квартире. Август месяц завершен и у нас отчет о прочитанном. И пожалуй, тогда начнем с книг, про которые мы уже говорили и снимали отдельное видео. Вернее, не книг, я что-то сразу приумножила, про книгу. Это книга Светланы Гусаровой «Билет на Мандалай». Ссылку мы оставим внизу. Следующую стопочку книг мы покажем всю вместе. Мы обе с Катей прочитали практически все эти книжки. Почему мы показываем их вместе? Потому что мы будем снимать отдельное видео про этого автора. Здесь мы только скажем, что, наверное, мы немного влюблены в Мэтта Хейга, вернее, в его произведения. Да, в него мы не влюблены. Да, нам сам Мэтт Хейг не очень. Про Мэтта Хейга мы будем рассказывать в сентябре. И поэтому перейдем уже к нашим индивидуальным книжкам. Тогда начинаю я. Да, ты мне разрешаешь? Я разрешаю вам. Первая книга, вернее, она была не первая после Мэтта Хейга. Вторая. Это была книга. Написал ее мастер Чень «Любимая мартышка дома». Там. Мастер Чень – это псевдоним Дмитрия Косарева. Этот человек – востоковед. Это такой исторический детектив в духе, наверное, Бориса Акунина. Здесь рассказывается о торговце, вернее, главы торгового дома. Со странным именем «Нанидат Маниах». Вокруг него закручивается некая интрига. Его сначала пытаются убить. Потом он узнает, что его любовница является любовницей самого императора. В общем, книга написана очень просто, достаточно увлекательно. Здесь собрано все, что вы знаете о Китае. Даже если вы ничего не знаете о Китае, все равно в этой книге собрано все, что вы знаете о Китае. Все поголовно пишут стихи, машут шелками. И все вокруг нее золотое. Да, все красно-золотое. В общем, все есть в этой книге. Эта книга, она первая в череде, в серии. Но я сразу скажу, что читать остальные я не буду. Потому что, на мой взгляд, она написана чересчур просто. Но я думаю, любителям Бориса Акунина и Фондорина эта книга придется вполне по душе. Тем более, немного такая она экзотичная. Потому что действия разворачиваются в Китае. После Мэда Хейка, после Симги Редли, я читала Шарлотт Девайце «Письмоносец». У меня как-то не особо получается отношение строить с современной скандинавской литературой. Так подозреваю, мы со скандинавской литературой немного не сходимся, наверное, характерами. Да, мы с ней разные. «Письмоносец», «Магический реализм», Шарлотта Вайце, «Математик по образованию», «Какая-то гремучая смесь фольклористики», всего это вместе, как это написано в аннотации, как написано, собственно, в ее биографии. В принципе, мне понравилось. Ну, наверное, потому что для меня это было несколько экзотичное знакомство, новиночка. Главный герой Каспар, альбинос, 28 лет, приезжает в маленький датский городок Форехай. Дело в том, что у Каспара такая проблема, наверное, она у всех альбиносов. Он не может проводить много времени на солнце. Но в этом городке ему дают пожизненную должность почтальона, а он мечтал всегда быть почтальоном, это несбыточная мечта для альбиноса. Якобы в этом городке 360 дней в году пасмурно. Каспар живет в почтовом отделении, при этом ему надо ходить за гору в еще одну деревушку, куда он, собственно, должен носить письма. Ходить туда можно только пешком, на лыжах. И в этой деревушке происходят как раз-таки странные вещи со странными жителями. Там есть непонятный белый дворец, в который нельзя заходить. Там есть женщина, которая выращивает овцы-церодивариуса, которых покупают японцы, приезжая на вертолете за какие-то бешеные деньги. Здесь есть известная флейтистка Лерки, которая живет в этой деревне и предпочитает играть только овцам. Вот такие странные события. Дедушка, как интересно ты рассказываешь, а? И самое главное, Свет, тебе знаешь, почему надо эту книжку прочесть? Зима и холодно. Все время. Я мерзла, когда читала эту книгу. Тогда это точно для меня. Но книга странная, и книга мне понравилась. Я так для себя отметила, что, наверное, во всем августе это будет у меня книга месяца из взрослых книжек. И тогда у нас следующая на очереди. Книга Элайзы Гренвилл, ее Гретель и Тьма. Вот как написано на обложке, что она такая вот темная, интригующая. На самом деле это та книга очень темная, очень мрачная. Где-то, наверное, скажу честно, первые 80 страниц я совершенно не понимала, что происходит в этой книге, к чему все это приведет. Но спустя 80 страниц действие книги просто вот, оно меня просто захватило. Я не могла оторваться. Но, к сожалению, скажу сразу, конец меня немного разочаровал. Здесь две сюжетные ветки. Первая происходит в Вене в 1899 году, а вторая в Германии. Непонятно, сколько лет спустя, но в будущем. Так вот, в Вене профессор Йозеф Бройер находит девушку. Девушка голая, вся избитая, лысая. У нее на запястье непонятная татуировка с номером. Это все. Она не помнит, как ее зовут, кто она, что с ней. Йозеф Бройер – это такой друг и наставник Фрейда. И, собственно, поэтому меня заинтересовала в свое время эта книга. Главное, что там что-то есть с Фрейдом. Да. Он берется эту девушку лечить. Девушка утверждает, что она не человек, она машина. И она пришла из будущего, чтобы поменять судьбу четырех женщин, которые имеют прямое отношение к этому профессору Йозефу Бройеру. И вторая сюжетная линия, которая происходит в Германии, нам рассказывает о девочке Кристе. Она дочь тоже профессора. Он работает в непонятном странном заведении, которое называется «Зоопарком», работает со зверолюдьми. И, в общем, там происходят страшные вещи. Прямым языком в этой книге не описаны эти самые страшные вещи, которые происходят и с Лили, и с этой девочкой Кристой. Но вот именно вот эти вот сумбурные кусочки воспоминаний, которые потом складываются в одну мозаику, от этого эта книга, наверное, еще страшнее. Те, кто хотят сесть прочитать какую-то там сказку, да, или что-то такое, не надо на это надеяться. Эта книга совершенно не об этом. Она очень-очень плохая. Плохая в кавычках. Не сама книга плохая. То, что там происходит, это очень плохо. Я продолжила знакомиться со скандинавскими писателями, и в этот раз у меня норвежская писательница, все в той же скандинавской линии, Вигде Сьёрта, ее роман «Преимущество и недостатки существования». Как и Шарлотты Вайце, на русском есть только вот этот у нее роман. Я, когда показывала ее где-то в покупках, говорила, что вот по аннотации у меня впечатление, что книжечка даст такой какой-то заряд позитива, поднимет, может, мне настроение. Ничего подобного. Не получилось. Главная героиня, Нина, приезжает со своей 10-летней дочкой Агнес в маленький приморский городок, естественно, в Норвегии. Сейчас как раз у них пора от этого короткого норвежского лета, не слишком теплого для нас. Она приобрела старую гостиницу, восстанавливает ее. К ней приезжают первые постояльцы, вторые постояльцы. Она знакомится со своей соседкой, абсолютно несчастной женщиной, которая только, наверное, может что лить в селезы. У нее маленький сын с синдромом Дауна. Первая половина книги, она достаточно позитивная, действительно. Притом у этой «Вигдис Йорд» очень странное повествование. Здесь очень много описаний, очень мало действия, очень много описаний. Но да, здесь есть моменты, когда какая-то вечеринка с бокалом вина у моря. Оно действительно уютные такие описания, хорошие. Но дело в том, что эта Нина, она не просто позитивная, она живет с огромными шорами на глазах. Она не хочет видеть того, всего плохого, что происходит в ее жизни. Причем, да, действительно, что-то плохое не стоит видеть. Но происходят те вещи, которые ее тянут на дно. У нее разваливается бизнес, у нее происходит еще что-то нехорошее. Она из-за этого, невидение своего, она усугубляет все ситуации. Не видеть чего-то в жизни не стоит, когда от этого действительно зависит будущее твое и твоего ребенка. Моя следующая книга, наверное, относится к разделу не очень приятных. Это Дэвид Кроненберг, его роман «Употреблено». Ну, кто смотрел фильмы Кроненберга, наверное, в принципе, будет знать, чего от этой книги можно ожидать. Здесь рассказывается о... Физические мутации? Нет, ну, хотя, может быть, относительно. Здесь рассказывается о паре журналистов, Натан и Наоми. Они не состоят в браке, но уже давно вместе. Наоми едет в Париж, чтобы написать статью о жизни Селестины Арастеги. Селестина Арастеги – это такой философ во Франции. Она была замужем за Аристидом. Они составляли такую пару философов, которая была гордостью Франции. Они преподавали в университете. И вот однажды эту самую Селестину находят в квартире, расчлененную и частично съеденную. И вот Наоми хочет написать статью о жизни этой Селестины. В это время Натан приезжает в Будапешт, где пишет статью, он вообще медицинский журналист, он пишет статью о новом методе лечения рака груди. Такого странного, очень легкомысленного профессора. Я бы также сказала, что у него немного психические отклонения. Он пытается лечить рак груди, делая инъекции радиоактивными веществами, в общем, вместо опухолей. Я вообще не знаю, с точки зрения медицины, возможно ли это. Ну, ладно, да. И во время написания этого самого репортажа у Натана завязываются отношения с Дуней, пациенткой, который, собственно, и лечит этими радиоактивными инъекциями. И она заражает его такой странной болезнью, болезнью Ройфи. После чего Натан решает связаться с профессором, в честь которого была названа эта болезнь, и написать о нем статью. Этот профессор говорит Натану, что он согласится на интервью с ним в одном случае, если он поможет написать ему книгу. Книга, собственно, и называется «Употреблено». Неожиданным образом дела Наоми и Натана в итоге оказываются связанными. На самом деле мне понравилась эта книга, несмотря на все эти разные мерзкие вещи. Если вас эти мерзкие вещи не пугают, то я советую ее почитать. Я не считаю, что Кроненберг выжил из ума, как я читала во многих отзывах, он был всегда таким. Но что меня расстроило, это один факт, что эта книга не заканчивается ни на чем. То есть в этой книге будет продолжение. Она просто сюжетно обрывается, вернее, не сюжетно обрывается, она именно бессюжетно обрывается, просто обрывается повествование, все сюжетные линии. Нам не дается ответ ни на один вопрос. Вот это меня очень сильно смутило, потому что я хотела какого-то завершения логического. Но читается... Возможно, он ее продолжит либо фильмом, либо сериалом, либо книгой. У него много вариантов, как ее продолжить. Но читается, несмотря на все, эта книга очень легко. Рейтинг у нее 18+, понятно почему, но каких-то постельных сцен здесь шибко никаких нет. Здесь другие мерзости происходят в основном. Вот такая книга у меня была. На фоне всего остального, что я большее количество чего читала, это очень странно. Мне это напоминает японский трэш, который я весной смотрела. Моя следующая книга, это опять-таки знакомство с автором. Знакомство, потому что его только в этом году впервые опубликовали на русском языке. Это китайский писатель Би Фэй Юй и его сборник повестей «Лунная опера». Всего здесь 5 повестей. Скажу сразу, мне понравилась только последняя повесть. Пятая называется «Актриса». Современной китайской прозой я знакома не очень хорошо. Это честно. Это печально? Я пока даже не знаю, Свет, на самом деле, печально ли это. Дело в том, что я не знаю, у меня неоднозначное мнение об этой книжке. Либо она мне пришлась не ко времени, либо у меня с Би Фэй Юем не сложится опять-таки. Если сравнивать с японской литературой, то здесь есть та же самая отстранённость от всех. Но дело в том, что эта отстранённость в данном случае мне не играет на руку. Абсолютно никому не переживала. Ни разу. Ни какое-то происшествие не тронуло меня за душу. Герои, не то что они приятные, неприятные. Они просто очень такие обыденные, повседневные, мелкие какие-то бытовые дела. И такие же мелкие вот эти вот персонажи. Но китайцы вообще любят писать о мелких, обыденных делах и людям. Ну, наверное. Ничего они из себя не представляют. Их бытовые проблемы никакие-то не особенные, не интересные. Они просто настолько обыденные. Вот, кстати, я поняла вот сейчас говоря, что мне это напомнило рассказы Татьяны Толстой. Понимаешь, да, о чём я? Мне нравятся рассказы Татьяны Толстой. Значит, тебе и Бифа Юй понравится. Вот мне, наверное, рассказ актрисы понравился ещё по той причине, что повесть. Что я говорю, это же повести. До этого все четыре повести, они обрываются ни на чём. Такой открытый финал. Знаешь, вот как в некоторых фильмах мы показываем персонажа, а потом камера уходит в небо. И вот здесь такое же впечатление. Камера уходит в небо, и всё. И у нас новая история, новая повесть. То есть мы показали часть его жизни и оставили его там, в его состоянии. Да, а как он будет карабкаться дальше, там, неважно. Вот финал актрисы, он настолько, вот опять-таки, наверное, кинематографичен. Картинка очень красивая, яркая и неприятная при этом. Такая вот именно азиатский финал в конце актрисы. Вот эта повесть мне понравилась. Моё следующее прочтение – это Дэйв Эггерс «Сфера». Я эту книгу, наверное, в конце прошлого года купила. Прочитала её только сейчас и после того, как узнала, что её будут экранизировать. И главную роль в фильме сыграет Эмма Уотсон. А я очень сильно люблю Эмма Уотсон, поэтому как бы надо было срочно ознакомиться. Так вот, «Сфера» – это такая глобальная корпорация. Корпорация-монстр, которая захватила все информационные структуры, ресурсы, которые есть у нас на Земле. Она поглотила и Google, и Twitter, и все вот эти вот разные штуки, как Facebook и тому подобное. Она, в общем, полностью владеет всеми информационными ресурсами на Земле. Но «Сфера» утверждает, что они ни в коем случае не монополисты, как обычно делают все эти страшные корпорации. Но, тем не менее, именно от них зависят многие решения, как политические, экологические и так далее и тому подобное. Главная героиня – Мэй. Мэй просто мечтает работать в этой сфере, как и, собственно, наверное, любой житель Земли. Потому что «Сфера» дает много разных всяких вкусных примочек. Это и жилье, и медицинская страховка, и еще куча разных всяких… Ну вот вспомните офис Google, каким нам его показывают. В общем, «Сфера» вот это и есть. Мэй поступает на работу благодаря своей подруге Энни, которая ее проталкивает. Она устраивается в такой вот… Вернее, ее устраивают, это называется «чувство клиентов». Она занимается тем, что работает с отзывами, со всякими проблемами клиентов. То есть ей пишут запрос, она на него отвечает. «Сфера», наверное, она началась с такого человека, как Тау, который придумал единую операционную систему, которую назвал «Аутенты». Аутенты – это система, где у нас одна личность, причем эта личность может быть только реально зарегистрированный, существующий человек, один пароль, одна платежная система. В общем, нам проталкивает эта сфера такую мысль, что человечество может жить спокойно, только под полным наблюдением. Когда вы в интернете под своей собственной личиной, естественно, вы будете вести себя более культурно, более приятно. Исчезли всякие хейтеры, исчезли вот эти вот всякие мерзости и пакости, как там порнография и все остальное. Все стали милыми и приличными даже в интернете. И вот эта сфера проталкивает вот этот вот постоянный контроль в нашу жизнь, что мы не просто как бы и в интернете должны быть под наблюдением, но и в нашей жизни. Если знать все антиутопии, которые есть в нашем мире, то понятно, чем все это закончится, вся эта книга. Для меня как бы никакого удивления она мне не принесла. Я уже с самого начала по поведению этой Мэй понимала, чем она в итоге закончит. Но Мэй – это такой пластилин. Она пластилин, да, она очень ведомый человек, на нее очень давит общественное мнение, она очень переживает из-за того, что о ней кто подумает. И да, она под этим контролем становится лучше, и она хочет этого контроля, чтобы стать лучше. В принципе, мне книга понравилась, я от нее получила то, что хотела. Не могу сказать, что это прям какой-то шедевр или бум, но тем не менее имеет место быть. Я продолжила знакомство с Милорадом Павичем, это сербский писатель. Я уже рассказывала про его хазарский словарь и ящик для письменных принадлежностей. В этом месяце я прочитала «Звездную мантию». Могу сказать лишь одно. Скорее всего, у Павича это проходная книга. Если бы я начала с ней знакомство с Павичем, то мне, скорее всего, дальше бы и не захотелось с ним знакомиться. Слишком просто, слишком утрировано. Для него слишком просто, не для, в принципе, литературы, потому что Павичу вообще все странно написано. Здесь, как я понимаю, как я поняла, здесь одна душа, которая переживает какие-то перевоплощения. Когда этот человек засыпает, он просыпается, ну он может быть абсолютно любого пола, в любом каком-то времени оказаться. Если вначале там эта девочка 15 лет, потом она может оказаться мужчиной лет 30. И мы даже не можем сказать, что эти герои, они чем-то связаны. Тем не менее, книга читается очень быстро, как и в Хазарском словаре, и, по-моему, в ящике для письменных принадлежностей. Вот насчет него не уверена, не помню. Здесь такой интерактивный конец, где нам предлагает автор самому выбрать, какая судьба ждет двух главных героев. Потому что в конце этой истории там, опять-таки, парень с девушкой, любовь, тратата, война. Вот, наверное, для сербов это вообще очень актуально. Да, было и, наверное, и будет, я думаю. У страны очень сложная судьба. Но тут была такая беда. Я решила, как бы, поучаствуй-ка в судьбе главных героев. Здесь ссылка идет на сайт, на котором вы можете там выбрать что-то, поучаствовать. Вот книжка вышла в начале 2000-х годов, в 2001-м. И адрес не действует. Все уже не успела. Я пыталась заходить. Да, все, сайта нет этого. Вот это мне было обидно, конечно. Ну, для любителей Павича, конечно, надо читать. А если знакомиться, то ни в коем случае не с этой книжки. Только с Хазарского словаря. Следующая моя прочитанная книга из жанра фэнтези. Брайан МакЛеллан и его Кровавый завет. Первая книга из цикла «Пороховой маг». Действие разворачивается в таком мире, как Девятиземье. Начинается оно с одного из главных героев, Адаманта. Его, он бывший инспектор полиции, ныне частный детектив. Его вызывают во дворец, куда он приходит и узнает, что буквально вот три минуты назад случился страшный дворцовый переворот. Старого короля свергли. Сделал это фельдмаршал Томас, но сделал он это не из своих каких-то корыстных целей, потому что он очень родил за свою страну, а старый король был плохим. И этот фельдмаршал Томас поручает Адаманту расследовать странные слова, которые все произносили перед смертью. Я не могу сказать, что эта книга меня захватила и вообще, что она мне понравилась, потому что мне она давалась с большим-большим трудом. Настолько она была пресная, скучная, все герои настолько плоские, шаблонные. Я не верила вообще в то, что они испытывают какие-то эмоции. «Магический мир» здесь такой, понятно из названия, завязан на порохе. Есть такие вот люди-маги, их называют обреченные. И порох, они нюхают порох, он им дает такой вот сверхсилу. Они становятся быстрее, сильнее. Мне вообще книга не понравилась, она не оставила у меня абсолютно никаких впечатлений и эмоций. Читать дальше, естественно, я уже не буду. Мне не было интересно, что это за слова, что там этот Томас в итоге с ним станет, что станет с Таниэлем, его сыном, который такой вот странный молодой человек. На него давлеет груз его великого отца, он нюхает порох уже практически, как какой-то кокаин, и от него зависит. Мне не был неинтересен никто. Все. А мы забыли сказать про еще две книги, которые прочитали вместе в августе. Это «Кнут Гамсун. Соки земли». Ссылочка на видео чтение по Нобеле в описании. И еще одна такая книга, про которую мы вам не будем сегодня говорить. Это «Рут Азеки. Моя рыба будет жить». Мы ее будем обсуждать в семи сортах Сартра. А следующая будет книга, которая мне очень понравилась. Это «Жан-Пьер Милованов. Языческий алтарь». Эта книга настолько для меня неожиданно оказалась красивой, ясной и чистой, что я, наверное, просто влюбилась в язык автора. Что очень обидно, это то, что у этого автора... По-моему, только еще одна книга переведена на русский язык. Больше ничего нет. Вот меня смущает, когда на обложке пишут «Это седьмой роман Милованова», который там траля-ля, траля-ля, траля-ля. Зачем вы пишете, что это седьмой роман, если на русском языке больше ничего нет? Рассказывает нам эта книга о судьбе одного мальчика. Сейчас я вам зачитаю, как его назвали. Жан-нарцисс Ефраим Мари Бенито. В 1919 году все действие разворачивается. Вернее, не разворачивается, а начинается. Богатый фермер, бездетный. У него умерла жена. Он в сугробе находит вот этого самого мальчика, которого и нарекает вот этим именем. Сам мальчик, вот этот Жан-Пьер, оказывается очень любознательным. Он как губка впитывает все знания. В итоге он поступает в семинарию. Но он поступает в семинарию не потому, что хочет стать священником. Он жаждет знаний. В семинарии он учится, он прекрасно осознает, что он никогда не будет священником, что у него другая дорога. Где-то лет 16 он знакомится на улице с девушкой. Вернее, он не знакомится, он ее случайно видит. Он влюбляется в нее. Он понимает, что эта девушка, скорее всего, проститутка. Он находит ее в одном из домов в терпимости и уводит ее оттуда. И вот этот юношеский поступок, который был необдуманным, он был такой, ну вот в горячке, он ее увел оттуда. Он влечет за собой потом очень много последствий, которые происходили в его жизни. Я не знаю, как сказать, как пишет этот автор. Он очень просто написан. Но вместе с тем, это ни в коей мере не сказка, там нет никаких сказочных событий, но именно сам слог повествования, оно вот именно налет какой-то сказки этой книжки дает. Ты читаешь, у тебя все эти горы, сугробы перед глазами. Этот мальчик, это его влюбленность, это его тяга к знаниям. Все настолько чисто. Сама мысль в книге, вот я для себя выделила, это то, что все наши поступки, которые мы совершаем, они не проходят бесследно. Мы могли поступок этот совершить, да, там в 10 лет, и эти последствия могут вылезти, когда нам уже 50. Но тем не менее, мы все равно эти последствия когда-либо почувствуем. Они могут быть хорошими, могут быть плохими, но они придут и будут. Стиль написания книги таков, вот она очень тоненькая, но здесь вся жизнь уместилась этого мальчика. Какие-то события, очень трагичные события порой. Герой мог много времени и места занимать в этой книге, быть очень важным в жизни этого мальчика, но его окончание судьбы, так скажем, оно где-то между строк двумя словами, вот обрисовано, не прописано, именно обрисовано. Вот от этого еще, наверное, ты более глубже чувствуешь вот эти вот все, не поступки, а все события, которые происходят, именно они застревают где-то в тебе. Еще одно знакомство с автором в этом месяце у меня случилось, это Джон Максел Кудзе «Осень в Петербурге». Он пишет нам про Достоевского, который в 1869 году из-за границы возвращается в Петербург, возвращается по очень трагичной причине. Его приемный сын от первого брака, Павел Исаев, погибает, погибает при загадочных обстоятельствах. И аннотация обещала нам детектив. Детектива как такового здесь нет, потому что в итоге и смерть Павла, как это не страшно звучит, и как бы сам герой под именем Федора Михайловича, одержим своим вот этим приемным сыном, смерть отодвигается на второй план. Я бы старалась выделить в этой книге для себя плюсы. Плюсы в том, что для южноафриканского писателя Кудзе очень хорошо и даже, может быть, местами тонко чувствует русскую душу. Периодически складывается впечатление, что он берет кусок из произведения даже Достоевского. Настолько он хорошо описывает это. Либо это заслуга переводчика, но я думаю, тут все-таки сам Кудзе. Но это, конечно, кусок не из какого-то шедевра типа «Идиота», а из какой-то более мелкой повести. С биографией Достоевского, естественно, он обращается вольно. У него действительно был приемный сын, этот Павел Исаев, сын Марии Дмитриевны Исаевой от первого брака. Как бы вот это мне было интересно, и мне было приятно, что южноафриканский писатель так хорошо разбирается в творчестве Достоевского. Даже там его знают, да? Да. Но если говорить о том, ради чего написан этот детектив, не детектив, это историческое произведение, мне непонятно. Он взял биографию Достоевского, да, добавил в нее новых фактов. Поскольку Павел Исаев на самом деле не умирал в 1969 году, он прожил долгую жизнь и умер только в 1900 году. И берет роман «Бесы» и примешивает его туда, к Достоевскому. Помещает историческую фигуру в другой исторический контекст, хотя которого на самом деле не было у Достоевского этих всех встреч. В Петербурге происходит такая нечаявщина. Достоевский встречается с Сергеем Нечаевым, с еще какими-то анархистами, с его подприспешниками. Но настолько это все пресно, вот опять-таки, Света, пресно и неинтересно. И ты читаешь и думаешь, а к чему это? И, естественно, финал открытый. Не знаю, вот мне так нахвалили Кудзе, а мне не понравилось. Мне, наверное, должно быть стыдно, но, я так понимаю, это не его лучший роман. Но, может, тебе что-то другое, да, стоит его прочитать? Да, но вот в 2003 году, если я не ошибаюсь, Кудзе получил Нобелевскую премию. Вот когда мы дойдем до 2003 года, я прочитаю еще какие-то его произведения. А я, наконец-то, приступила к чтению цикла «Агентство Локвуд» и «Компания» Джонатана Страуда. Прочитала первую книгу «Кричащая лестница». Сразу скажу, что да, мне понравилось. В принципе, я другого от Джонатана Страуда и не ожидала. Действие разворачивается в альтернативном Лондоне. Я не совсем смогла определить, так скажу, время, в которое действие это разворачивается. Потому что сама атмосфера, то, как все это написано, похоже на викторианскую Англию. Но, тем не менее, здесь есть телевизоры, дети ходят в джинсах, в бейсболках. Есть стиральные машины. То есть, я так понимаю, что это все-таки что-то ближе к нам. 50 лет назад где-то стали такие странные проявления случаться, случилось происшествие. Стали появляться призраки. И чтобы избавляться от этих призраков, были созданы разные всякие агентства. Агентствами обычно управляет какой-нибудь взрослый человек, а главные агенты – это дети, потому что именно они лучше всего видят призраков. Причем у разных детей разные способности. Одни их могут видеть, другие – слышать, третьи – осязать. У кого-то, у всех, в общем, по-разному вот эти вот дарования развиты. Главные герои романа – это Люси Карлайл, Энтони Локвуд, по-моему, его зовут. И еще один у них в агентстве – это Джонатан. Это единственное агентство, где нет взрослого, который бы их контролировал. Все, кто любят призраков, атмосферу викторианской Англии, вот этот вот дух, я считаю, что эту книгу должны прочитать. Она приключенческая, очень легкая, порой смешная, порой раздражающая, потому что главные герои – эти подростки. И периодически просто хочется их трясти вот так вот и говорить. Что вы такие тупые! Да. Но, тем не менее, все в стиле Джонатана Страуда. Мне очень понравилось. И благодаря тому, что Света рассказала относительно такую детско-взрослую книжку, мы переходим к нашему детскому сегменту, потому что в этом месяце мы много такого прочитали. Благодаря вот этой девушке прекрасной, которая совершила много необдуманных, хотя очень необдуманных покупок, потому что вот такое было время у нас. Света, давай. Да, я тогда начну вот с этой книги. Это «Океан в конце дороги», это Нил Гейман. Я читала, что у него, у Геймана это не самая сильная книга, что она там какая-то слабенькая. Мне так не показалось, наверное, потому что я не особо разбираюсь в творчестве Нила Геймана. Мне понравилась та атмосфера какой-то лирической грусти, которая происходит вот на этих страницах. Мне она напомнила, опять-таки, Каролину, про которую мы скажем позже по содержанию. В общем, хорошая такая грустная сказка. Я осталась очень довольна. И раз уж я вспомнила про Каролину, сразу покажем Каролину. Мы с Катей прочитали ее обе. Катя, вернее, ее уже когда-то читала. Катя перечитала. Кто-то заразил меня детскими книгами в этом месяце. А я познакомилась с этой книгой первый раз, потом сразу же пошла смотреть мультик. Могу сказать только, что мне книжка понравилась все-таки больше, чем мультфильм. Не знаю почему. Хорошая детская история. Я бы посоветовала ее читать детишкам однозначно. Да, действительно, наверное, для детей где-то моментами это будет немного неприятно и страшно. Но, тем не менее, надо готовиться к взрослой жизни уже в детстве. Следующая детская книга, это опять-таки Светина. Вот она уже ручки тянет мне. Это Джессика Дэй Джордж «Вторники в замке». Мы ее обе прочитали. Здесь речь идет о замке. Замок Сиян. Вот, замок Сиян, который умеет отращивать комнаты. А еще он умеет наставлять на путь истины, если это надо. Он может сам выбрать, кому быть королем, а кому быть придворным магом. Главная героиня, девочка Селия. Она любимица этого замка. Он ей показывает все свои тайны. Она также отвечает замку взаимностью. Она составляет карту этого замка, потому что еще никто и никогда не мог этого сделать. И, в общем, у Селии, ее сестры и брата пропадают родители и их старший брат. Дети остаются в замке одни. Естественно, сразу начинаются разные нехорошие интриги, перевороты и так далее. И вот как эти трое ребятишек справляются с этими взрослыми невзгодами. Ну, а мне хотелось бы добавить, что лично мне, вот я такая серьезная, взрослая, тут такая маленькая сидит, маленькая девочка, а тут такая взрослая, серьезная. Мне не хватило в этой книжке атмосферности. Вот если у Нилы Геймана это было, то здесь этого не было. И да, меня очень смутил принц, которому 22 года, он к этой Селии, простите, подкатывает, а ей 11 лет. Говорит, вы очень красивый и все такое. И еще моментами немного странно. Вот это смущало. А следующие две книги я не могу назвать никак иначе, кроме как великолепные. Если бы я, ребят, не купила и не прочитала эти книги, я бы, наверное, до сих пор думала, что это какое-то отстоящее. И почему все это читают? Потому что название этих книг «Юнная леди год» ввело меня в такое заблуждение, что я действительно думала, что, ну, наверное, там история очередная про какую-то девочку-годку, которая влюбилась в вампира и так далее. Но когда я прочитала эти книги, я осталась не то, что в восторге. Это слабо сказано. Я соединяюсь к этим восторгам, да. В общем, Крис Риддл, «Юнная леди год», две вот эти вот книжки с потрясающими иллюстрациями, с потрясающей детской сказкой, с потрясающей историей, с потрясающими, я не знаю, персонажами, костюмами, атмосферой. Да, потрясающая Люси, которая является гувернанткой, да. Люси Борджиа. Люси Борджиа, гувернанткой леди год. Потрясающая горничная у этой самой леди год. Коммердинерша. Коммердинерша. Вот видите, я не помню таких странных слов, это только леди помнят такие слова. В общем, я осталась просто в диком восторге. Все же, мы не я, мы, Свет, мы. Мы остались в диком восторге. Я хочу, чтобы это было написано дальше. Я думаю даже, что я хочу другие книги Криса Риддлла, чтобы еще раз погрузиться в эту атмосферу детства, которую дали мне эти книжки. Но вы поняли, наверное, по восторженным отзывам, что эти две книги, это просто книги месяца. Несмотря на вот эти все прочитанные стопки. Но они мне дали именно то, что я хотела. Вот это вот детское настроение. У нас есть еще одна книга, которая вызывает такие же бурные восторги. Не менее великолепная. Да, мы ее показываем под конец, потому что Света ее купила в конце месяца, и мы ее прочитали буквально на днях обе. Это «Дева и веретено» Нила Геймана с иллюстрациями опять-таки Криса Риддлла. Могу добавить только одно, что опять-таки это потрясающая сказка. Я вообще так поняла по прочитанному, что Нил Гейман потрясающий сказочник. Я не читала его взрослые книги, поэтому вообще ничего не могу сказать. Но вот его вот эти вот детские сказки я, наверное, буду читать с большим удовольствием. Но то, как оформлена эта книжка, это, наверное, огромный плюс. Возможно, прочитав «Деву и веретено» без этих иллюстраций, она бы не произвела на меня и половины того впечатления, что она произвела. Но спасибо Крису Риддллу за то, что он сделал такой потрясающий визуальный ряд. И, пожалуй, на этой детской потрясающей ноте, как сказала Светлана, мы будем заканчивать. По традиции напишите нам, что вы читали в этом месяце, что вы читали из того, что мы читали, что вы читали помимо того, что мы читали. В общем, все, что вы читали, пишите нам. Всем спасибо за внимание, всем пока! Подписывайтесь, ставьте нам пальчики вверх, пишите хорошие, добрые комментарии и проходите по полезным ссылочкам внизу, их там много.